Привет! Зачастую мы считаем странными действия явлений и вещи, которым не можем найти объяснение. Они могут быть настолько впечатляющими, что вызывают самые разные эмоции, от отвращения до восторга. В этом выпуске вы увидите необычные моменты, которые повезло снять на камеру. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Вряд ли мужчине очень приятно, но чего не сделаешь ради любимого попугая. Чем бы дитя не тешилось, как говорят. Это процесс приготовления дорогого и оригинального десерта. Правда, в большинстве стран мира популярным ему не стать. Есть города, где стоит оставить машину на 5 минут без присмотра. Как с ней же происходит нечто подобное. Мужчины часто жалуются на то, что женские волосы повсюду. Но они даже и предположить не могли, что может дойти до такого. В целом, ее можно понять, как еще согреться зимой этой породе. Но все-таки это очень опасный путь. Неужели обязательно так спешить, чтобы все падало и разливалось, создавая еще больше грязи вокруг? Вам тоже ее руки напоминают руки ведьмы из какого-нибудь мультфильма? Это видео вызывает очень много вопросов о безопасности процесса. А еще очень интересно, как именно экскаваторы оказались на крыше. Кто-то ужаснется, увидев такую подачу блюда. Но для бывалых это, похоже, долгожданный вкуснейший обед. Умиротворения и мысли о смысле жизни были прерваны, что, безусловно, вызвало недовольство кота. Современные уходовые процедуры поражают разнообразием. Некоторые настолько оригинальные, что сложно поверить в их существование. Когда личного автомобиля нет, а в общественном транспорте некомфортно, можно прибегнуть к нестандартному способу передвижения по городу. Мелкая воришка уже наладила идеальный маршрут, даже рассекретив который, противостоять ей будет непросто. Именно так этим прелестным птенцам делают необходимые прививки. Жестокий, но очень эффективный способ уборки в доме. Главное, чтобы клининговые компании не взяли себе его на заметку. Любопытно. Там отсутствует предупреждающий знак или всеупорно его игнорируют, не подозревая об опасности. Люди заасфальтировали слишком много поверхности земли, а она-то хочет дышать. Этим рыбкам и в голову не приходит, что с ним происходит, и что скоро им наступит конец. Кому нужна мочалка, если целая армия трудится над очищением кожи? Сложно отвлечься от работы, когда перерыв выглядит так. В Китае, в городе Харбин, ежегодно проходит международный фестиваль скульптур и снега и льда. Даже с высоты птичьего полета он завораживает. Даже в солнечный день находиться на кладбище может быть не по себе, особенно когда Тесла начинает идентифицировать призраков. Жители больших городов настолько привыкли к крысам, что даже в отпуске не могут обойтись без их присутствия. Кошатников часто так ослепляет любовь к своим домашним любимцам, что они не видят их истинного лица. Вот что значит всегда быть на шаг впереди. Может это какой-то необычный механизм подпугиванию врагов или наоборот по прилечению вкуснейших мух? Это ванная комната идеальное место для изучения физики. Вам тоже кажется, что это адское пламя нарушает границы и подобралось слишком уж близко к поверхности Земли? Вложение денежных средств было недостаточно для создания такой потрясающей рождественской инсталляции. Нужно было приложить еще немало труда и потратить уйму времени, но оно того стоило. Похоже, скоро мы увидим очередное разоблачение Земли. С передвижением по льду у него проблем нет. Интересно, как дела будут обстоять с торможением? Она сделала два полезных дела одновременно, помогла бездомным и избавилась от вещей бывшего парня. Не зря говорят, что шум воды успокаивает. Они, например, позабыли обо всем на свете. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Это всего лишь съемочная площадка фильма, но находиться здесь как-то не по себе. Идеальный костюм на Хэллоуин. Он одновременно и пугающий, и уморительный. Не хочется оказаться свидетелем того, как из-под земли что-то пытается выйти, даже если оно не имеет ничего общего с мистикой, а связано с прорывом трубы. Можно очень пожалеть, если не вовремя переоценить собственные силы. И это ему еще повезло, что он остался цел и невредим. Субтитры сделал DimaTorzok Это не какая-то инопланетная тварь захватывает руку человека, а червь Номертина выпустил свой хоботок. Обычно он используется для охоты на моллюсков и улиток, а также в целях самозащиты. Рационально обдумав все, понимаю, что это удивительное природное явление. Однако в первые секунды кажется, что объект на небе имеет внеземное происхождение. С какими только ситуациями не сталкиваются люди, выезжая из каменных джунглей. Этот мужчина может почувствовать себя героем, ведь он спас сегодня птицу, которая попала в беду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как солнечные лучи прогревают толщу снега, температура во всем слое поднимается до нуля и начинается таяние. Только представьте, какое давление имеет этот поток воды. К счастью, благодаря фильмам все знают, что нужно быстро покинуть это место, ведь, вероятно, близится катастрофа. Похоже, природа решила немного пошутить и озадачить людей на этой улице. Красота и способности живых существ порой поражают воображение. Местные жители давно привыкли к периодическим нашествиям птиц и не воспринимают их как зловещий знак. Отчаяние и усталость родителей явно дошли до предела, раз они пошли на этот шаг. Продолжение следует... Этот мужчина не мог не похвастаться своим уловом. Мало того, что количество выловленных особей оказалось внушительным, так еще и вполне возможно, что это неизученный до ныне вид. Современная наука знает более миллиона видов членистоногих, но эти невиданные существа еще никогда не встречались. Это самый странный и длительный способ приготовления попкорна, который только можно было придумать. Сова — символ мудрости и знаний, а еще это хищные птицы, овеянные ореолом таинственности. Еще несколько лет и вряд ли она сможет поместиться здесь и насладиться этим аттракцион. Сова — символ мудрости и знаний, а еще и другие. Двойняшки больше никого не удивляют. Появление на спетпятерняшек или шестерняшек происходит гораздо реже, а рождение девяти младенцев одновременно и вовсе случай уникальный. Такой рекорд был поставлен гражданкой Мали в 2021 году. Как ни странно, это не реклама нержавеющей стали, а обыкновенная рыба с сабля. Она обитает в тропических и субтропических морях всех океанов. Должно быть, у них была очень весомая причина, чтобы устроить здесь такое массовое собрание. Оператор этого экскаватора явно не предполагал, что сегодня на работе день будет проходить в столь необычных условиях. Фанат не смог держать себя в руках во время матча, поэтому выбежал на поле к любимому игроку. Момент, кстати, оказался очень удачным. Если вы думали, что рыбам чужды человеческие отношения, вы ошибались. Вот, например, акула, страдающая сколиозом. В мире есть города и даже целая страна, где никто вам не может гарантировать безопасность. Местные жители привыкли и приспособились к такой жизни. А вот путешественнику, который решится отправиться туда, стоит всегда быть начеку. Не кажется ли вам, что что-то не так с пропорциями его тел? Говорят, эта рыба очень вкусная, и в Китае ее обожают готовить. Но ее внешний вид настораживает, не так ли? Это видео было снято не в дикой природе, а в обычном торговом центре. Бабочка почувствовала себя достаточно комфортно, чтобы отложить там яйца. Ввиду того, что легенды русалках не дают покоя любителям истории о мифических существах, стоит найти существо, хоть чем-то напоминающее их, как споры и новая гипотеза вновь заполоняют сеть. Друзья, надеюсь наше видео вам понравилось. Будем рады лайка под этим видео и подписки на наш канал. До встречи в следующих выпусках! До встречи в следующих выпусках! Субтитры сделал DimaTorzok